12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известным в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Какое значение имел полет Гагарина для нашей страны? Вообще раскрыл новые границы для человечества, потому что стало понятно, что можно выйти на околоземную орбиту. В принципе, довольно знаковое событие. Меня даже соседка сына назвала в честь Гагарина. Он родился в этот же день. Вот так. А какое значение полет Гагарин имел для нашей страны? Ну что, очень большой. Большой прорыв был. Достижение наше мировое. Еще я сама из Узбекистана. Космонавта Дженни Бекова очень любила. Симпатичный мужик и сам мой земляк. Ну что я знаю? Что Советская, что Терешкова. Кстати, к Терешковой тоже обращалась по личным вопросам. Все решила через женский журнал, как-то он назывался. Советская женщина. Вот. А какое значение полет Гагарина имел для нашей страны? Очень значимое. В 1957 полетел спутник раз. И первые мы были в космосе. А теперь наша Пересильд слетала и снялась в главной роли. То есть это значимо для страны. Я вообще патриот. Первый космонавт Гагарин полетел у нас. Потом Титов. Ну и дальше так. Все. Терешкова. А какое значение имел полет Гагарин для нашей страны? Ну это вообще-то покорение космоса. Первые мы в союзе. Это в мире. Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет отправили его четвероногих друзей. В августе 1960 года советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года. Первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники. Вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников. Космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды. Несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы и несут на себе послание внеземным цивилизациям. Екатерина Пёнова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.